Ладно, продолжим с нашей главой. Давайте продолжайте. У нас две темы, обе мы не успеем, а два сами на следующую неделю. Первая насчет снов. У нас была прошлая неделя сны Иосифа. Потом, сейчас у нас сны фараона. Вешние, невешние, как к ним относиться вообще. И начнем мы уже с нашей главы. Немного непонятна история с Иосифом. Во-первых, ответь Иосифа фараона на первый взгляд бросается в глаза. Животные, которые голодные или не голодные, колоссия. Будет голод или будет сытость. Все, чего тут объясняют, почему другие объясняли, что Бог знает, что и фараон не мог это принять. Иначе говорится, что они ему говорили, ты родишь семь дочерей, у тебя умрут семь дочерей. Предположим, что это вероятно. Те времена, те нравы, гарем. У него не могло родиться семь дочерей от разных жен. Дорог у него было, наверное, не знаю, сколько угодно. И умереть других семь. Ладно. Но почему искать так далеко, если ответ напрашивается. А потом поведение Иосифа. Он даже не вчерашний раб. Он сейчас еще раб. И вообще не освободились тюрьмы его. Он раб Патифара. Вот только вывели из тюрьмы, чтобы он разгадал сон. И он, понимаете ли, не только дает разгадку, он еще дает фараону указания, как ему надо поступать. То есть, вот сейчас выбери умного человека, чтобы собирал урожай. Ты знаешь, да кто у тебя спрашивает, кто ты такой вообще-то? Пробуказывание. Да. Что за ответ на оба? Одно из вещей, которое было непонятно. Они умели разгадывать сны. Они не просто так, их выгодили на эту должность. Приводится в наших источниках уже, что сон это какое-то перерождение реальности или прошлой, или будущей. То есть, во время сна человек, разум человека более-менее отключен. Потому что он спит. А со мной это там воображение или еще что-то. И тогда реальность перефразируется в другие слова, другие понятия. Во сне могут быть вещи, которые наяву вообще не могут произойти. Тому не приводится, например, слон в игольное ушко. Но что-то это выражает каким-то образом. Нужно знать, как это разгадать. С одной стороны, это помогает человеку избавиться как бы от мыслей, от мыслей, от речи, которая была не так. Так все это уходит, как больной, который потеет, уходит. С другой стороны, что это указывает? Нужно уметь как? Чего они не могли понять? Как мы в сне фараона сытые и голодные? Эти вот коровы были рядом, вместе. Как может быть, что в плохое хорошее было вместе? В хорошее уходит, начинается плохое. Если, на самом деле, голод, так не может быть голод вместе с изобилием. Включается изобилие. Наступает плохое. Поэтому они пытались искать что-то другое. Так может быть, у него родится одна девочка, умрет какая-то, другая. Тогда это может быть одновременно, вместе. А Иосиф просто, это у него была часть того, как он разгадал сон. Это будет вместе во время изобилия, позаботься о будущем, о голодных годах. Это было, он не давал ему совета. Это было продолжение и объяснение. И кроме того, для чего ему это вообще говорят? Потому что ты, царь, у тебя есть возможность предупредить это. Так вот сейчас, позаботься об этом сейчас. Я предупреждаю, чтобы ты принял мир. То есть, он не давал сам этого. Отношение вообще ко сну, кроме всего, вещи и сны, и так далее. Есть выражение 5-го Рэба по отношению к сну. не 5-го, а 4-го. Отношение к сну своей невестке. В том году есть два мнения по отношению ко сна. Но, которые от них, на них не обращают внимания. Который, которые с ними считаются. Хороший сон нужно исполнить. Нужно, нужно исполнить. В том, с ней, ей, ей пришли, ее братцы, сказали, у тебя родится, хороший сын, у тебя, тогда у нее еще не было детей, скажи мужу, чтобы написал, начал писать свитоктор. Я начал писать свитоктора, пока не подошел, она забеременела и родила, буду все, ваше 100-го Рэба. То есть, теперь, вообще, насчет сна. Есть в Талмуде интересное выражение, где говорится, что сон идет, потому, как его разгадывают. Там приводится длинная история. Когда-то были люди, наверное, сейчас тоже есть, кто их зарабатывал себе на жизнь тем, что они гадали сны. Отгадывали. Отгадывали. Было двое, мудрецов, ну, доправнив, которым снились те же самые сны, неси тому же самому человеку, который этим занимался. но один ему платил, а второй не знал, что надо платить. Он разгадывал им, соответственно, то же самое и по-разному. То же самое, что они там видели, а там он говорил, потеряешь все деньги, тебя арестуют, у тебя будет не урожай, твоя жена умрет, там еще всякое. Другому говорил, а, все плохое у тебя, у тебя исчезнет, разбогатеешь и так далее, и тому подобное. И главное, все это сбывалось у обоих. Через какое-то время тот узнал, в чем изюмин. Так он ему сказал, я тебе все прощаю, кроме жены. И проклял его, тот испугался. Во-первых, проклятие, такого человека просто так не проходит. Во-вторых, он знал, что за дело, в конце концов, кто-то что-нибудь там накаркал. Он поскорее переселился, бог с никуда, на другой, чуть ли не на другой конец земного шара, оно его там тоже нестит. тому приводит, тому приводит поташе, в связи с этим, что сны идут по тому, как разгадывают. То есть, это невероятно, что если человеку что-то приснится, во-первых, в Сидуре есть, нужно поискать, можно его найти, можно собрать троих человек, могут быть и родственники. Есть коротенькая молитва, на отмену плохого сна? На отмену плохого сна. Есть такое. Кроме того, без всяких молитвов, можно просто кто-то рассказал что-то на вид самое плохое, что он видит, что он тяжело заболел, умирает, что-то ему приснилось. Ну что, все плохое тебе будет, станешь новым человеком, станешь ангелом без крышек. То есть, нужно доброе слово получается такое-то? Нужно просто сказать доброе слово. Это имеет... Тому, у кого приснился плохой сон. Тому, кто вам об этом рассказал. Гадать его по-доброму. Кто-то ему должен сказать. А если сонница есть молитва какая-то? Это другое. От бессонницы я не знаю. Говорят, что читать обед Баранов это помогает. Я не знаю. Я не пробовал попробовать. Это до утра считаем, считаем. Стоем на работу, да. Нет, простой сон. Вот надо взять пальцы с кивом. И надо такие сны снятся, что не дают сны и не поснятся. Мне не нравится. вообще-то говорят, что сон одна шестидесятая смерти. Хорошо, тогда если человек занят в течение дня чем-то более возвышенным, тогда надо понимать, что сны тоже будут на более высоком уровне. Душа, есть такое выражение в том где тоже то, о чем думает днем, снится ночью. то есть когда человек до сна хотя бы занимается чем-то более возвышенным, то он тоже на другом уровне. Особенно перед тем, не надо плохое думать. Вообще в течение дня не надо плохое думать. Еще связано опять разница между с нами фараоном и с нами Иосифом. Иосиф сначала видел как он с братьями там косят колосси. Потом он видел солнце, луна и все остальное. У него поднималось снизу вверх. Сначала говорилось о траве, урожае. Сейчас небесные знаки небосвода, звезды. А у фараона началось с животных. А второй сон был уже о растениях. Сверху вниз. То есть опускается ниже и ниже. Нам как людям нужно желательно идти по стопам Иосифа а не фараона. То есть подниматься а не тянутся к более низкому миру. А вообще по отношению ко сна это самое лучшее. То есть когда кто-то нам жалуется об этом просто сказать иногда вообще сказать хорошее слово влияет. Если часть такое сегодня тоже когда это было более распространено когда человек говорит о чем-то что это предназначает для какой-то цели для живота что он его предназначает для жертвы это это животное становится святым благодаря его словам это сейчас жертва и это животное нельзя использовать для своих нужд то есть стричь его доить его пахать на нем доить можно если приносит животному страдания не надо его мучить если человек говорит о какой-то монете что он сейчас ее предназначает для цели так она получает как некую святость и есть выход обменять ее на другую то есть человек сказал что он какую-то монету дает для цели она смешалась в кармане с другими иди ищи ее сейчас они все одинаковые берешь первую попавшую той же стоимости говоришь если эта монета хорошо если нет так где бы она ни была я меняю на эту и даю ее на сдоху и все если человек говорит вообще какую-то сумму тогда никакая монета не предназначена для этого напрямую но это означает что мы можем одним словом вещь которая намного ниже нас по уровню мы люди а тут мы говорим о животных вообще о неодушевленных предметах и благодаря нам это становится святым выше нас самих мы не святые а это этого нет стала цедака она особенная благодаря нашим словам то есть наше слово имеет вес и в духовных мирах и в нашем мире это касается и если сказать доброе слово кому-то и предназначить что-то мы не ощущаем то есть мы можем нарушать наши собственные обещания направо и налево но это наш грех но факт что это есть пока мы это не отменили это есть мы можем это отменить можем поменять то есть одну монету на другую одну вещь на другую возможно пока мы этого не сделали это есть и в обратную сторону тоже то есть есть такое выражение мы немножко уходим от нашим граммин но все таки от волшебного что злословие не убивает как бы поражает вредит втроим тот кто его кто его говорит тот кто его слушает и тот о ком говорят задается вопрос прямо его задает тот кто его говорит ну понятно не за слов кто тебя за тянет за язык тот кто его слушает это тоже можно понять скажи ему я не хочу это слушать но тот о ком говорят за его спиной в чем он виноват ответ он ни в чем не виноват но до сих пор даже предположим, что это правда то есть не просто сплетник что так это и было до сих пор это было скрыто у него в душе, он это не проявлял когда это уже проявилось с ним тяжело бороться и то и в обратную сторону в лучшем когда так человек создан когда говорят человеку ты же такой хороший такой добрый, тебе поступить иначе не достойно ему же будет неудобно поступить именно так мы же похвалили он хочет проявить то, что ему сказали, это правда и имеет смысл извините, люди к сожалению не научены говорить добрые слова зачастую это очень правильно, кстати мы любим покритиковать чем похвалить я работала в большом коллективе там у себя на родине ну где я родилась у нас был где-то человек 60-70 преподавателей и ну буквально 1-2 человека могли сказать добрые слова кому-то это уже хорошо даже не в том дело, что не научены люди или вот это часто просто или от того, что они просто не понимают другого человека и начинают по-своему там что-то придумывать вот приписывать что-то ему а человек может быть очень правильный, чистый просто его поступки допустим непонятны сказать два добрых слова как ты сегодня хорошо выглядишь вот я с этим часто столкнулась что для меня допустим вы обе правы даже язык не поворачивается сказать как ты хорошо выглядишь как тебе идет эта кофточка или да это называется дать сдаку новая придетка вы обе правы вы обе правы и поэтому мы и существуем чтобы понемножку менять хотя бы наше близкое окружение развивать это воспитание семьи я думаю в первую очередь наверное как человека мы должны начать себя и распространять хануко зажигаем себе дом освещаем округу это тоже часть этого хороший праздник но это надо не что праздник чтобы это было повседневно хорошо праздник чудо длится 8 дней потом умер горит зажигалось круглый год уже без чуда то есть нужно его внедрять естественным путем и размножать сначала в арифметическом арифметическом потом в геометрический процесс и понемножку вот у нас Орна такой воспитанный человек всегда скажет доброе слово каждому вот скажите нет да-да правильно вот придешь как ты сегодня выглядишь как ты какая ты стройненькая как тебе идут эти очки что-то тебе любишь когда не похвалят а кто не любит скажите пожалуйста тебя вчера все хвалили это не от воспитания даже это вот от того что внутри мы тебе даже дождали что ты блатная сказали ооо он вообще выше капли а ты же какой капли менту видали почему вчера не пришли на праздник наш она не знала шаббат вас не было почему ну-ка быстро почитайте да друзья мы потом 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 хафетцхаем законы и злословия очень серьезно занимался этим Вы простите меня Все хорошо Так это и есть И поэтому нам нужно еще очень много что изменять То есть когда Ребер сказал Что человек уже может прийти ежедневно Что мир исправлен Так он добавил И тот что мир уже совершенно чист Выскоблен И все у нас вокруг в порядке Неких чего плохого Но Так же как Приглашают предположим Человека на свадьбу У него нога в гипсе Не может он прийти Он не может приглашать А если у него всего Потому что это мешает ему В основном он не может там быть А если у него всего лишь Палец порезан Или там еще что-то Одно другому не мешает То есть после такого как мужчина придет Тоже надо будет все заниматься Исправлять И себя И окружающий мир Совершенно Но если этот мир сейчас Мир настолько злой Настолько вообще Как можно что-то говорить Тоже правильно говорит Мир просто злой Вообще Есть выражение Кто есть кто Кто есть кто Да это точно Также разделение пошло материальное У нас же были середнячки Были богатые Мы про них как бы не знали Все это было завуалировано А таких бедных не было Как вот когда развал пошел нашего союза И вот так резко пошло Бедных прятали в резервации У нас нет бедных И больных нету И инвалидов нету И инвалидов нету Этих домах Что ему все мало Мало всегда Мало Мало С собой не заберет Мы же считали Что там даже носки С собой не возьмешь Я вчера носки потеряла На нашей вечеринке Ты очень прыгала Ты очень прыгала Шлетели Это не шутка Мы вчера танцевали Но можно же на праздник танцевать Мы отдельно танцевали Даже нужно Мне неудобно было в обуви А я сняла обувь Мне носки были на мне А там коврик был такой искусственный Кто-то вылил там Вылили Да, у меня наступило За калиткой валяются мои носки Она же не знала, что это Это водка, она полезна в ногах впитается Я не пил вообще алкоголь Уважаемые А не алкоголь? Ну вылили Я не знаю, что вылили Я наступила Он мне был мокрый А, бутылка перевернулась А, бутылка перевернулась Ой, да Лишь бы такие были носки Такие пропажи Только как и были Они из кожи шерсти Да О, я Кроши носки И теплые Кто-то взял постерапию Если ты потеряла деньги Это ничего Ты не потеряла Так что считаешь Это не потеря Это расходы Это в смысле Разрядка наша психологическая Но мы вчера Очень хорошо встретили Анну Ну и прекрасно Да, да О, видишь Всевышний видел это все Он принял Наши это вот сейчас Что мы там Как мы встречали Анну Хорошо получили Да Ну, хорошо Он, мне кажется Говорят, свадьи еще лучше было Мы не были свадьи Там вообще Я там тоже не был Там религиозный Знаешь, как праздную Можно, можно вопрос У меня вопрос вдруг возник А почему в Хабаде Вот форма хануки Иная Это От какого раба это пошло Наш раба как-то занялся этим В рукописях храма Нашли рукописи его труда Минора в храме была Не полукруглая А трехугольная Нет, не полукруглая Именно трехугольная И нашли Труд его сына И дитя, который пишет Что он Этот рисунок был не Он это сидел так специально Что так она и была А не полукруглая Есть несколько мнений Что она была трехугольной Но, по-видимому Рукописи раба До них не дошли Что их нашли Только в Каевской гнезе В 19-м столетии А те только писали раньше Так что Вероятно Если они их видели Они тоже решили Это как-то связано С маковейскими копиями Не знаю По-видимому Первая ему раба Сделала машина До них тоже была Такая Дома Так вот стояли Вот так у в Хабаде Но это говорится В храме То есть Нашу хануку Не может делать Как угодно Ведь мы ее Не зажигаем В храме Хотя наш дом Напоминает храм У нас есть стол У нас есть светильник У нас есть деда Клиба У нас есть все Что есть в храме У нас тоже есть Вот такой вопрос Я не занят Вместо У нас есть Там Тора И там еще есть Как они письмена Тора Шебектаф Тора Шебельпе Устная Тора Талмуд Танах Танах Писание Это наша книга Можно читать Писание Да Танах У нас есть один вопрос Почему Одни Клювимы Начали читать И там написано Ишуа 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 Это еврейское имя Ишуа Там написано Ишуа Это еврейское имя Ишуа Есть имя Сефардское Ишуа Избавление Но это новое имя Точитательно Всего несколько сотни Есть имя Среди пророка Гоше Другое имя Совершенно От того же Корня Примерно Это другое имя Еврейский пророк Той был Было Несколько С такими Сегодня Он очень Так как Тот тоже Родился Еврей Еврейской Матери Так он Получил Еврейское Имя Но Они Издают То есть Его последователь Издают Свой Вариант Торы Туда Включают Разных Своих Это Ветхий Завет Получается Ветхий Мы признаем Мы новыми Не признаем Просто Мы здесь Увидим Новые Именно Слово Иисус И я Подумала Что нам Надо Выкинуть Эту книгу Изна Одна Из Женщин Принесла И мы Почитали Что Не знаю Это Или это Как перевод Вот к нам Приходят Хотели Мессианские Иначе Есть Мессианские Евреи Видите Иисус Навин Я думаю Это Просто Синодальный Вариант Перевода Видите Вот Ну это Библия Водят Друг Организация Которая Занимается Этим И они Должны Быть Много Более Сфотографируйте Раф Сфотографируйте Книжку Покажите Я хотела Дома Еще Синие Посмотрю У меня Синие Которые Нашли У них есть Игусскоязычные Тоже Так Яшуа Это Можно Это Читать Это Еврейское Имя Ягашуа Ягашуа И у нас Сегодня Тоже Довольно Распространено Есть Йошуа Уже Фардов Есть Имя Сегодня По-моему Вет Они Христиане Эти Люди Христиане И Называйте Ее Мессиян 7 1 Они Слышали Они На Полностью Переделать Праздник У Неб У Неб Шамаш Не Шамаш Вика У Неб Шамаш Не Шамаш А Они Считают Это Ешуа Это Он Зажигает Сечи Ешуа Можно попросить Чтобы Вас Переслали Нет слов Перевели К русскоязычной Без комментариев Есть Русскоязычные Работы Тошерные Тошерные Надо Сфотографировать Это Новое Заветное Лето Там Сразу Видно Это Только Нови Они Видят Себе Ножа Отшель Да Они Вначале Чуть Чуть Так Потом Все Передел Нет Нови Пророки Пророки Анави Пророк Илья Гладави Илья Пророк Нови Пророк Около Пяти Десять Не Еще Пять Минут У нас Да В шесть Пятнадцать Будем Выходить Чтобы Я Успела Этот Шамаш Это Наоборот Это Истуд Как Ешуа Это Он Зажигает Нам Понят Я Впервые Узнали До того Перекручиваете Они Ведутся Иногда Очень И Нужно Там Есть Некоторые Специализируются На Болевое Смесьянское Нам Наша Раиса Сказала Что Не Дело Смесьянское Время Это Удар Спин Нашим Городителям То Они Перечем